Продолжение следует... Ну, собственно говоря, не такая уж это и глупость. Отчасти вы правы, но только отчасти. Понимаете, если человек страдает, действительно страдает, вы сами пишите, страдает, то есть ему плохо, он мучается, он страдает, он плохо от навязчивости, фобии и других проблем, не психотического уровня, то по всей вероятности, по всей вероятности, ему было бы лучше от них все-таки. Как-то избавиться, а не страдать дальше. Но в легкой форме может ли... Но в легкой форме. Даже если в легкой форме человек страдает от навязчивости, смею вас заверить, это очень сильно осложняет жизнь. То же самое касается фобии, ну и всех других проблем непсихотического уровня. Проблем непсихотического уровня, смотрим ссылку на экране. Если он будет заниматься психотерапией, может ли ему стать хуже, потому что эти проблемы окажутся в фокусе. Тут скорее речь идет не о том, что эти проблемы могут оказаться в фокусе. Другое дело, что если психотерапия будет проводиться неадекватно. В чем особенность? Если мы говорим о психотерапии, чисто о психотерапии, да, то это лечение, которое подразумевает именно терапию словом. Ну, либо словом, либо... Ну, то есть, не обязательно словом, это может быть и, допустим, самооториентированная психотерапия, это физическое воздействие, физические упражнения. Но, тем не менее, это терапия без медикаментов. Как любая психотерапия, любая психотерапия абсолютно подразумевает активное участие пациента. Так или иначе, даже если мы говорим о таком, казалось бы, виде психотерапии, как гипноз, да, сугестивные методики, то даже здесь человек все равно, пациент сам участвует в этом процессе. Если же мы говорим о других видах психотерапии, то пациент принимает еще более активное участие. И здесь присутствует такой момент. Если психотерапевт не обладает должной квалификацией, либо если этот психотерапевт, психолог-психотерапевт, вообще не в курсе психических расстройств, психиатрии как таковой, к сожалению, мы зачастую можем это наблюдать, то да, вот здесь действия, неадекватные действия психотерапевта, нежелание или неумение воспользоваться медикаментозной поддержкой, особенно на ранних этапах психотерапии, вот это может оказать негативные воздействия. Но скорее не столько за счет того, что проблема окажется в фокусе, а за счет того, что активное участие пациента при некоторых вот этих вот расстройствах, которые вы перечисляете, психотерапия, оно несколько затруднено, а иногда затруднено очень сильно. И от человека требует, сам процесс психотерапии требует активного участия, а его состояние, состояние его психики не позволяет ему это активное участие осуществлять. Человек, тем не менее, старается, пытается делать то, что ему говорят, и в определенный момент он просто исчерпывает свои ресурсы. Вот тогда, да, действительно может наступить то самое ухудшение. То есть, если резюмировать, в принципе, при наличии каких бы то ни было непсихотических расстройств, в которых человек страдает, ему в любом случае надо их лечить. Другое дело, что лечение должен осуществлять профессионал, то есть человек, который способен определить, что на данном этапе необходимо делать с пациентом. Сразу ли заниматься с ним только психотерапией, без медикаментов вообще, либо все-таки медикаментозная поддержка нужна, какой вид психотерапии надо избрать, может ли пациент вести заниматься этой психотерапией. Если эти условия будут соблюдены, то тогда никакого ухудшения не должно быть. Если же человек начинает свою психотерапию с дилетантом, с человеком, не разбирающимся в психиатрии, не понимающим суть психических расстройств, то тогда, конечно, да, тогда мы можем иметь самые печальные результаты. Но тут мы уже вступаем в сферу того, как надо подбирать специалистов, которые будут заниматься вашим здоровьем. Про это смотрим ссылку на экране. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале на портале www.youtube.com Спасибо за внимание. Всего хорошего.